Залетайте на прямой эфир, возможно я побомблю, возможно я покричу, а может быть и нет, а возможно я смогу, значит, не выплескивать на вас свою ярость, что вряд ли, конечно, произойдет, потому что прямые эфиры для этого и существуют. Я немножко буду отвлекаться, потому что, заметили, видосы-то каждый день выходят, а чтоб они выходили каждый день, их нужно монтировать каждый день и превьюшечки делать каждый день, и для того, чтобы Настя сделала нам превью, святой человек, Насте низкий поклон. Сейчас я попробую помахать тем, кто пришел. Значит, чтобы это все сделать, нужно работать быстро, вот, скажем так, поэтому народ, я немножечко отвлекаюсь, но вы, пожалуйста, собирайтесь, и я вам расскажу, как я воюю с гуглом. Ха, блин, да, это звучит достаточно забавно, не то чтобы воюю, гугл моей войны-то и не замечает, эта война идет где-то, видимо, у меня в сознании, но факт остается фактом. Так, сейчас я тут пытаюсь сделать все по уму, пытаюсь сделать все по уму, пока не получается. Ребята, значит, почему видео выходят каждый день? Я пытаюсь, значит, коллегиально мы тут пришли к тому, что нужно что-то делать, но явно же, да, что видео не набирают просмотры, там, число подписчиков не растет, надо что-то с этим делать, правильно? Глупо делать то же, что делал раньше, рассчитывать на новый результат, поэтому, значит, ваша покорная слуга решила, что надо, значит, пободаться, попробовать выпускать видео каждый день, там, мы тут наблюдали за другими блогерами, значит, решили выпускать видео. Мало того, что вот эти отписки странные начались от канала, вообще, я скажу вам так, я на своем канале прочувствовала все, без исключения, баги Ютуба. Багов у Ютуба дохренища. Я осознаю, что это огромная платформа, я осознаю, да, какое количество серверов, я все это понимаю. Но есть, допустим, какой-то баг, который, ну, там, я спрашиваю у коллег, они говорят, да нет, все нормально, у нас нет, у нас все хорошо. Я прочувствовала все изменения, которые есть на Ютубе, все. Кто помнит, в прошлом году мой канал блокировали, это вообще, скажем так, после блокировки канала Ютуб такой, типа, ой, этот канал был заблокирован, но это как отсидеть. На приличную работу тебя уже не возьмут. Так и тут, то есть, Ютуб такой, о, значит, Ксюшу мы блокировали, значит, наверное, не просто так мы ее блокировали, вот, ко-ко-ко. И вот теперь я, получается, в немилости у Ютуба и пытаюсь эту, значит, милость заслужить. В чем еще нюанс? Получается так, что сейчас на Ютубе тенденция, ну, кто смотрит Ютуб, те понимают засилие серьезного продакшена. То есть, люди, которые были в телевизоре, осознали, что телевизор говно, его никто не смотрит, и все, короче, ринулись на Ютуб. Посмотрите, какое количество очень качественного контента, бешено рафинированного, выверенного каждого слова, а еще хуже, когда контент якобы для людей, ну, то есть, такой, знаете, с матерком. Мы ваши, смотри, плебеи, смотрите, мы ваши. Ребята, когда этот мат прописан в сценарии, это, блин, очевидно. И к чему это все идет? Я могу понять людей. Мне тоже чисто вот визуально, мне приятно слышать хороший звук, видеть хорошую картинку. Но к чему это все идет? На Ютубе останутся только вот эти монополисты, которые просто под себя подгребут, да, либо там талантливых блогеров их перемелят, да, там, своими жерновами, либо это будет просто очень качественный контент, который строго цензурирован, то есть, мы из Ютуба сделаем такой же телевизор. Почему мы сделаем? А потому что мы это смотрим. Мы своими просмотрами за это все голосуем. Понимаете? Грядет эра просто гибели живой мысли на Ютубе. Таких, как я, на Ютубе не останется. Не останется, потому что, ну, а зачем? Зачем? А значит, какой смысл? Менеджер, который занимается, занимается моим каналом, значит, говорит логичные вещи. Ксению, ну, а попробуйте снимать что-нибудь трендовое. Я говорю, ну, конкретней. Ну, может быть, вы поснимаете распаковки? Я говорю, серьезно, распаковки. Не, ну, я понимаю, это специфический жанр. А может быть, вы компьютерные игры любите? Может быть, Майнкрафт? Майнкрафт. Майнкрафт. Нет, я не буду снимать Майнкрафт. Я понимаю, ну, как бы, на что народ идет. Я понимаю скандалы, интриги, расследования, да, всегда все любят деньги, секс, скандал. Я не готова продавать свою душу ради того, чтобы... Но это же развращает тебя. Для того, чтобы снять видео о том, какая Собчак, сука, и какая у нее была свадьба, и как все ужасно. Это, понимаете, надо пропитаться этим. То есть нужно поискать информацию, нужно вот найти вот это дерьмо вот так вот. И вот так вот им обмазаться, чтобы понять вообще все это, прочувствовать, а потом выдать своей публике. Я готова на это идти? Нет. То есть понимаете, в чем прикол? То есть нам всем нравится искренность. Ну, согласитесь. Потому что ее очень мало. Вокруг нас везде. Но при этом мы живые люди. Вот как, допустим, ну, не знаю, я, да, мне очень нравятся там интеллектуально развитые люди, очень нравятся. Но как-то смотришь, да, типа на человека, а он внешне красив, и ты как-то оп, и на него сразу обращаешь внимание, да. То есть такой, о, Ксюша, нельзя так вестись на внешнюю оболочку. Ну, условно, да. Но при этом я жив, ну, да, я вот человек, я животное, как ни крути, и, да, я обращаю внимание на такие вещи. Вот. Понимаете, что происходит? Короче, да. Жизнь-боль. Я просто хотела этим с вами поделиться, когда мне говорят, не надо клянчить лайки под какими-то из последних видео. Типа, кто захочет, тот сам поставит. А если ты, типа, не заслужила, то и не надо. Ну, что-то такое какое-то лажу. Алло, алло. Что значит не заслужила? Заслужила. Хотя бы тем фактом, что я это видео смонтировала, выложила и стараюсь для вас, да, что-то сделала. Я не могу не клянчить лайки, не могу. К сожалению, так это работает, что YouTube, это, ну, конечно, люди есть, да, конкретные, там, модераторы и так далее. Но в целом это программа. И эта программа, ей пофигу, как бы, она там не отслеживает, Ксюша, не Ксюша. Есть там, да, определенные маркеры, которые ставятся на каналы, да. Но в целом она смотрит, есть ли лайки, есть ли отклик. Интересно публике то, о чем говорит Ксюша? Или не особо интересно? Вот так, вот такое отслеживание идет. И я смотрю сама по себе. Иногда мне очень нравится видео, я такая раз, ну, тупанула, не поставила лайк. Ну, вот такой я человек, бывает. И я такая, ой, блин, надо же было поставить. Это мой способ поддержать автора. Вот мне нравятся видосы, мне нравится, там кто-то стендап новый свой выложил, да, там какой-то спешл. Или какая-то передача вышла интересная. Сейчас я Джо Рогана смотрю старые подкасты, мне очень нравится. Я лайкаю, потому что это мой способ сказать, как бы, автору, да, и дать понять Ютубу, что мне это нравится. Вот, все, попсиховала, сейчас почитаю ваши комментарии. А если я смотрю старые видео с рекламой, польза есть? Да, разумеется, есть. Но, когда вы мне говорите и комментируете старые видео, вы меня шокируете, честно вам скажу. Потому что, когда вы пишете комментарии, обычно меня оповещает об этом. То есть, вот, у меня есть там 200 комментариев под видео. Все эти 200 комментариев мне куда-то пришли. Либо в спам на почту, либо у меня плашечка внизу экрана выскакивает. И я, значит, читаю. И когда я нажимаю, у меня открывается окно с моим старым видео. Я в таком ахере. Девочки, это что-то. Я смотрю на вот эту будку, вот такую, вот такая шея, вот так 15 подбородков, вот такие ногти, понимаете, сидит перед вами. И вы такие, ой, бьюти-блогер, будем смотреть. Охренеть, серьезно, серьезно. И я говорю, господи, как я, что ж во мне тогда такого было хорошего? Что люди как-то такие, ну да, будем, наверное, этого человека смотреть. Наверное, вот эта вот толстая старая женщина может что-то знать о красоте. Ну, короче, кошмар. Вот, так, пишет лайк, эквивалент, спасибо. Да, лайк, это эквивалент, спасибо. Комментарий плюс лайк, это спасибо большое. А репост, это прям, я не знаю, от души благодарю и обнимаю. То есть, YouTube, конечно, больше всего на репосты реагирует. Репосты, это редкость в наше время, большая редкость. Так, харизма в тебе есть, ее никуда не деть. Ой, я не знаю, Поль, я не знаю. Я все время... Смотрите, раньше мне казалось, что я такой харизматичный человек, все дела. А потом приходишь в театр, где вот моя харизма, она не то, что там на общем уровне, она такая... Потому что люди есть вот такие, ооо, смотришь, сразу задумываешься, да. Ксюш, почему только в инсте эфиры проводишь, а в YouTube нет? Да не знаю я, не знаю. Я вообще не умею ничего нового там... Ну, короче, я не могу. Я не могу поменять программу для монтажа, я не могу поменять камеру, потому что это надо что-то новое изучать. Все, что касается технических моментов, ненавижу. Знаете что, когда мне Илья подарил телефон, и вот он мне его подарил, я его подержала в руках, он такой, ну что, давай снимаем пленочку, давай его сейчас будем включать, вставлять сим-карты. Я такая, блядь, ненавижу это все. Все, прикиньте, надо приложение. В этих приложениях они не синхронизировались, не перенеслись пароли, там ничего. И мне надо заново вбивать все пароли в каждом приложении. И я понимаю, что я не хочу трогать этот телефон, не хочу. Пока я не поставила свою музыку, значит, свои картинки на рабочий спот. Мне все, для меня этот телефон чужой. Не люблю, все чужое не люблю. Вот такая вот я неприятная барышня, да. А что тогда означает просмотр? Ну просмотр это просто ваша заинтересованность, как бы. Просмотр, ну что это? Просмотр можно накрутить. Комментарии тоже можно, но это совсем все по-другому. Да. Если YouTube превратится в телек, мне кажется, появится новая площадка. Да, и возможно, мне придется на нее уходить. Я не готова мириться с тем, что происходит. Когда мои любимые каналы переходят на следующий уровень, я понимаю, что там появляются большие деньги. И при этом остается ламповость, вот та, которая была. Мне это очень нравится. Для меня это показательно. Я люблю, когда люди остаются со мной такие, какими они были. Я понимаю, что у них растет уровень благосостояния. Но когда это все там, все по-другому, что-то профессиональная камера, свет, все. Для меня это такой холод. Я не могу, я не могу. Серьезно, мне это неприятно. Мне это неприятно. Вот Саша Долгополов. Моя большая любовь. Вот он, у него есть подкасты, называются «Я люблю тебя». Это полный трэш. Он сидит. Да, там хороший звук, но там ничего, композиционно. Он сидит там, не знаю, в штанах, в носках. И просто час говорит на любую тему. Ну, которую сам придумал, что получится. То есть это, ну, по типу что-то разгонов, он может петь. Он может час просто петь выдуманные песни. И для меня вот это ценнее, чем какие-то клевые, идеально сделанные подкасты, где каждая тема выверена, где официально. Ну, вот есть ценплан. Я прям вот, я эти такты, я их считываю, и мне это не нравится. Мне это неприятно. Да. Фух, пролайкала инсту вашу. Спасибо большое. Так, помню, как голос смеялась на видео про самую известную бабку. Тогда и подписалась. Так, кто из блогеров тебя вдохновляет? Ой, мне нравятся люди. Ну, вот сейчас, допустим, Сталин Гулаг мне очень нравится. Мне очень нравится Саша. Он крутой. То есть человек с ограниченными возможностями, но какой у него живой ум. Ну, мне нравится его юмор, он очень классный. Мне в какой-то мере нравится Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга. Он такой сидит, просто мужичок, да, и рассказывает. А мы там вот, значит, хоспис там что-то помогаем финансово. А у нас пробежка. Приходите на пробежку. Такой, я думаю, вот, клёво. Человек абсолютно, вот он с народом, он абсолютно, ну, как бы, понимает, что происходит. Ну, мне это нравится. Мне нравится видеть, что люди бывают вот такими. Их не портит власть, деньги и так далее. Да, мне это нравится очень. Что касается бьютиков, я не знаю, я не знаю. Меня восхищают бьюти-блогеры, которые снимают по 10 лет, и при этом у них не опускаются руки. Просто вот я помню их там, реально, не знаю, 6-7 лет назад, когда они еще были другими, с другим цветом волос, с другими губами, совсем другим. Снимали на фоне там, не знаю, грубо говоря, ковра. И вот сейчас они снимают вот опять эти сводчики помад. И я думаю, вау, 8 лет ты это делаешь, и тебе это нравится. Есть же люди, да, вот, ну, меня же, очевидно, сносят, то в политику вы это сами видите, то еще куда-нибудь, в социальные какие-то моменты. Потому что канал, как не крутите, отражение меня. И, а вот они просто снимают, ну, типа, про косметоз. Я думаю, серьезно? Ты такая усидчивая! Это вот те люди, которые, знаете, могут там, не знаю, перемешать им там рис с маковыми зернышками. Они будут сидеть выбирать. Вот у меня такое ощущение. Потому что иначе я объяснить не могу. Да, вот, можно я пивну кофе, пожалуйста. Что за помада? Ой, ребят, только снимала видео для вас. Это помада Буржуа. Оттенок 04, по-моему, новая помада. Покажу охренительная. По комфорту на губах круче, чем Too Faced, гораздо. Too Faced сухая, но она и матовую дает текстуру. А это сатин. Вот на зиму вот эта помада будет супер. У меня их две, два цвета. Я одну маме подарю, одну себе возьму. Обалденная помада. У меня помад от Буржуа давно не было. У меня были эти, жидкие. Помните? Там красная у меня была крутая. Ну, от таких встиках давно не было. А тут мне прислали, и я подофигела, что это оказывается круто. Да. Это те люди, которые ходят на свою работу 10 лет и сидят на одном и том же стуле. Я не знаю, как так можно. Да, Полин? Ну, знаете, люди разные. Есть люди, которым нужен начальник. И я этих людей не виню. Я это понимаю и принимаю. Я считаю, что не все люди, это предприниматели. Не все люди могут там сами как-то свою... Ну, не все могут заниматься фрилансом, например. Это редкий дар. У меня есть знакомая, которая дизайнер. Она там очень талантливая девочка. Она уезжает на море на все лето, в утришь. И она сидит и все это, ну, встречается, когда нужно, возвращается в город, встречается там с клиентами и уезжает опять на море. И вот она сидит на берегу и творит в своем ноутбуке красоту. Понимаете? Но для этого нужна дисциплина. Чтобы ты на море не уехал, там, я не знаю, не бухал месяц, грубо говоря. А чтобы ты работал. Не все на это способны. Кому-то действительно нужен начальник. Кому-то еще что-то. Но в условиях одной деятельности, да, какой-то, все равно есть ответвление. То есть есть столбик, да, какой-то, ствол. И от него идут ответвления. Как ни крутите. Жизнь меняется. Если тебя за 8 лет не заинтересовало ничего, кроме сводчика помады очередного, ну, это ебанись. Это очень странно. Очень странно. Ксюнь, я впала в детство, вяжу шарф Гриффиндора. Муж ржет. У тебя такое бывает? Да, у меня такое на регулярной основе. А что такое? Почему? Это классно. Последняя часть Гарри Поттера, это вообще не для детей. Это вообще не для детей. Где начинается жесткая вот эта вот параллель с, там, Третьим Рейхом и так далее, там уже явно не для детей история. Поэтому это клево, что, шарф Гриффиндора, пушка. Вы еще и вязать умеете. Я не умею. Ксюша, я все-таки решилась на коррекцию зрения. Прислушалась к тебе. Сейчас еду в клинику, прощаюсь, слепая курица. Клево, клево. Ни одного нет знакомого у меня, кто бы сделал коррекцию зрения и остался недоволен. Все говорят, вау, почему я не сделал этого раньше. Серьезно. Зрение это супер важно. Представьте, какой объем информации мимо вас проходит, потому что вы его тупо не видите. Зрение это важно. Я желаю вам удачи, все будет хорошо. Да нет, не усидчивые они, а просто монотонно делают одно и то же на уровне условных рефлексов присвоенных. Не желают выходить из зоны комфорта. Ни хорошо, ни плохо. С другой стороны, то, чем они занимаются, приносит большой, ну как бы, да, финансовый отклик. Ну давайте, ладно, про Лену 864 я говорю. Она мне очень нравится. Мне нравится, как человек, вообще, я считаю, что вот на всем постсоветском пространстве украинки самые красивые. Мне они безумно нравятся. Она из Украины, и она, ну, на мой взгляд, очень красивая девушка. И мне нравится, какая она такая вся тактичная, в ней нет избыточности вот какой-то, знаете, ни в чем, ни в мимике, как у меня вот это вот я сижу вечно и машу своими культябками. Она вся такая прям какая-то, да, вкусненькая. И, ну вот, реально, как я ее 7 лет назад смотрела, так и сейчас сидит и сводчик и помад показывает. Ну правда? Ну неужели у тебя при такой огромной аудитории не было хоть раз внутри такого червячка? Слушайте, а сниму-ка я там что-нибудь для женщин, ну типа, знаете, о правах женщин. Ну, ну, например, да, ты же живешь там, допустим, в Норвегии, но вещаешь ты для кого? Для СНГ, ну, грубо говоря. Ну неужели у нее не было желания высказаться где-то за кого-то? У меня тут, я видела, про Павла Устинова спрашивали. Да, по-моему, понятно мое отношение к Павлу Устинову. И дело не только в том, что, ой, актеры поддерживают Павла Устинова, а больше никого. Я всех поддерживаю. То, что происходит, это жопа. Вот. Так, ну так Лена шьет одежду теперь. Это понятно. Как это отразилось на ее видеоконтенте? Никак. Ксюша, какие помады посоветуешь на зиму? Топ-3. Слушайте, из вот последнего две могу только назвать. Нет, три могу назвать, но третью сложно найти. И в Роше кремовые помады. Вообще все на зиму. Это крем. Ни гель, ни матовые, кремовые. И в Роше очень классные кремовые помады. Буржуа. Вот. Мне очень понравилось. И третья матовая помада, но она супер такая насыщенная по текстуре. Бео Минералс. Американский бренд, но это того стоит. И если вы попробуете Бео Минералс, вы больше ни одну матовую помаду не захотите. Всякие Кэт Вон Ди, Лайм Крайм просто тихонько стоят в углу по сравнению с Бео Минералс. Да, это круто. Ху. Так. Она снимает много видео. Да я не об этом говорю. Она и до этого снимала видео о том, как живут в Норвегии. И что значит много? Посмотрите процентное соотношение. Лена 864 это одна из немногих вообще бьюти-блогеров, которых я до сих пор смотрю. Я отписалась от огромного количества людей. И что касается контента Лены 864, я не говорю, что она не снимает. Просто как она 7 лет назад это снимала, так она и сейчас это снимает. Улавливаете связь, нет? Так. Пользовались шампунем Ивраше. Что, посмотрите, мне не нравятся вообще продукты для волос от Ивраше. Только маски мне нравятся для волос. Бальзамы на мне не работают. Спрей с мальвой говной. Ну, в смысле плохой. Мне не нравится. Шампуни, я их не понимаю просто. Они просто стоят там по 400, по 500 рублей. А что толку, если от них эффект как от чистой линии? Не знаю. Какой уход используешь? Кислоты или просто дополнительное питание? Да, кислоты. Сейчас я вернулась к кислотам. Мне очень нравится. Но пока все плохо. У меня под глазами трондец, что творится. Поэтому, ладно. Любимый парфюм на осень. Слушайте, у меня нет прям парфюма на осень. Я вообще хочу снять видео. Вот, я не знаю, интересно это будет или нет. Обновление моей коллекции парфюмов. У меня, по-моему, их там 3 новых или 4 новых парфюма. Хочу показать, наверное, свои ароматы. Я не знаю, будет ли это интересно. Не знаю, не знаю. Напишите, про парфюмы хотите смотреть или нет. Потому что, ну, я же не парф-блогер. То есть, я только с точки зрения, ммм, такой аромат, он мне так нравится. Ну, и сбоку могу пирамиду прописать. То есть, я же не специалист. И я прям приняла это в себе, что, ну, я не понимаю селективную парфюмерию. Не понимаю. Ну, да, пахнет землей. Ммм, класс. А что я должна, насколько я должна быть человеком таким понимающим и чувствующим, чтобы за ароматом мокрой, влажной земли увидеть что-то еще. Да, я не понимаю. А я вот не такая. А я вот там купила себе с османтусом ароматику. Ой, мне очень нравится. Ну, как-то так и живем. Про парфюмы, да. Ну, да, наверное, надо снять про парфюмы. У меня пустых банок немерено накопилось. У меня парфюмы хочется давно вам отснять. Про осенний уход. Ну, наверное, да. Наверное, тоже отсниму. Но чуть позже. Чуть позже. Потому что сейчас, учитывая вот эту историю со змеиной кожей под глазами, я ничего не могу говорить пока. Про воспаление, да, я увидела, не успела ответить. Если вы про индастриал, нет, с ним все отлично. Он не воспаляется. Более того, вот это у меня там медицинская сталь. По-моему, была. Или что-то еще. Не помню. Но суть в том, что... Нет, это титан. Не помню. Суть в том, что... Чтобы я уже не вставила в это ухо, с ним все в порядке. Вообще не реагирует. Индастриал это было классное решение. То есть, я вроде бы такая вся не от мира сего. А когда снимаю, раз у меня и нормальное ухо вроде. То есть, проколы их не видно. Они же в этих частях ушка, да. Если вот здесь извлечь сережки, будет очень глупо. Пустые дыры. А так очень даже классно. Фух. Не нужно быть специалистом. Просто человеческое мнение. Да только этим и беру, на самом деле. Вот это все, что я могу вам предложить. Человеческое мнение. Летим с 10-месячным ребенком. Мой боюсь-боюсь. А что, не бойтесь. Даже будет ребенок плакать. Ничего страшного. Все поймут. Ничего такого. Все нормально. За ароматом мокрой земли увидеть будущий урожай. Илья, блин, ну ты жук. Иди работай. Не надо смотреть мой эфир. Так. Так надоели эти странные дикие ароматы. Хочется узнать просто о приятных ароматах. Ну да, ну да. Согласна с вами. Сложный парфюм. Мало кто понимает. Добавляют мох, сталь, кровь. Ну да, да, да. Под, сперма и слюна. Все, что нужно нам. Зачем мне вообще покупать ваш парфюм? Вы уверены, что я не справлюсь сама? Ну типа такое. Я не понимаю. Есть, допустим, ароматы, которые с ароматом свежепостиранной одежды. Да, это прикольно. Но с другой стороны, а я разве не могу постирать одежду? И благоухать этим ароматом некоторое время? Ну, мне непонятно. Я вот из тех, знаете, я простой человек в этом плане. Я не воспринимаю. Пускай пахнет вкусно. Ванилька, цитрус, что-то там ландыш серебристый. И мне уже хорошо. Будет ли сегодня видео, во сколько? Так, будет видео, во сколько? Не знаю, как сяду, как опубликую. Мне просто, вот честно, морально невыносимо публиковать видео, когда я вижу, что на прошлом видео, там, допустим, 7 тысяч просмотров. Это категорически мало. И когда я выпущу новое видео, старое перестанет набирать просмотры. То есть это все, ну, блин, ну вы понимаете? Ну, я это буду делать, буду делать. Я прям, что-то, не знаю, жестко решила прям за это взяться. Будет сегодня видео, разумеется. Так, у меня были манталь. Так, слишком для меня. А у меня манталь, по-моему, до сих пор лежит где-то. Я тоже не оцениваю. Ну, я не понимаю, я не понимаю. Я какая-то крепостная крестьянка. Я, короче, не умею это все. Нет во мне вот этой вот изюминки внутренней, знаете? Очень люблю ваши подкасты с Ильей и без. Ну, да. Я вообще сегодня думала провести прямой эфир или снять подкаст. Два было варианта. И потом думаю, ну, темы подкастов, вот которые, наверное, там у меня в голове где-то там рождаются, ну, они сейчас и не актуальны, и я не очень хочу эту тему сейчас развивать. Поэтому, думаю, значит, будет прямой эфир. Приморский край, Молдова, ничего себе. Как дела у Раечки и вашей подруги Светы? Давно я не была в ваших влогах. Свету я и вижу редко. Света работает. Работает очень интенсивно. Раечка переехала жить в другой регион. И тоже я ее вижу редко. Но у обеих все отлично. Вот, все хорошо. Просто в какой-то момент понимаешь, что, ну, просто тупо нет времени. То есть ты хочешь увидеться с человеком, но нет времени. Плюс, допустим, у Светы двое детей, у меня ребенок. И дети, они такие коварные. Ты только что-нибудь запланируешь, а дети, например, заболели. Или ты что-нибудь там это, а детям надо там куда-то еще. Ну, короче, трудно на самом деле. Когда у тебя дети, ты не принадлежишь сам себе. И я не понимаю сложный аромат и запахом земли, и пота, и клубники в сливках. Купила непонятно что и рада. Ну, на самом деле, да, так и есть. Главное это все продать, маркетинг. И все. Так, Белев тоже шлет привет пламенным. Ничего себе. Алма-Ата. Крутяк. Я обожаю географию. Я не знаю, когда мне начинают писать, откуда меня смотрят, я прям такая, о-о-о, боже мой. Клево. Сегодня, кстати, утром меня подписчица встретила. Рассказываю вам, да. Стою вся в прыщах. Ну, когда холодает, меня высыпает, ну, короче, вот тут простудными такими, знаете, болючими прыщами. Они не связаны с едой или там еще с чем-то. Стою в прыщах. Значит, кое-как расчесанная, вообще не накрашенная, без бровей, без лица, без всего. Ой, Ксюша, здравствуйте, я ваша подписчица. Ну, конечно же. Да. Я все читаю, вы не думайте, что я просто зависла. Нет, я читаю. Так, Башкортостан, Санкт-Петербург, Курск, Екатеринбург. Курскортостан, Бург, Стерлитамак, Энгельс. Вот, кстати, только в Энгельсе была, из перечисленного. Так, мне не зашли Маскина и Лафлав. Как дальше жить? Ведь это любимый аромат Ксюши. Никак, живите дальше. А вам не обязательно? Ну, типа, я спокойно к этому отношусь. Я, ну, вот у меня есть знакомый, да, кто тоже говорит, что Маскина это говно. Ну, типа, это дешевка, Шерпотреб. А я себе вот очередные купила, не Айла, Лафлав, другие покажу. Видео про парфюмы буду снимать, покажу. Они нормально, понимаете? Каждому свое, каждому свое. А есть, например, ароматы, типа, императрицы Дольче Габбана, от которого мне блевать хочется. А люди любят. А по мне забродивший компот. Ну, каждому свое, это нормально. Ой, Воронеж, Тула. Так, Камчатский вечерний привет. Камчатский вечерний? Серьезно? Просто у нас сейчас 12 часов дня. Прикольно. Блин, страна огромная. Смоленск. Славгород. Где это? Не знаю даже. Калининград. О, ничего себе. Так, они прям огонь. Айла Плав, это, знаете, у меня один из классических ароматов, когда я не знаю, чего мне хочется, а нужно что-то покупать, потому что все закончилось. Вот Айла Плав, это будет, там, один из первых моих вариантов, что выбрать. Арманд Баси, In Red. Ланван, не помню, как называется, фиолетовый шарик. Ле Паркин Зо. Дольче и Габана Лайт Блю. Москина и Лафлаб. Вот я вам перечислила, это вот ароматы выбора первые. Так, Северодвинск. Лавинск, так, Славгорода, Алтайский край, ничего себе. Так, Алтай. Новочеркасск. Ну, Новочеркасск вообще соседи. Новочеркасск рядом. Во Владивостоке 19.2. А вы как, да, мои видео вообще смотрите, если они выходят ночью? Ну, для вас кошмар. Пермь, Алтай. Экла, точно, Экла. Угу, забыла. Привет из Лондона, люблю, Ксюш. Лондон. Ага, я хочу в Лондон. Все, я начала об этом думать. Лекция была, значит, по истории древнего Рима. И что-то там разговоры, лектор там в процессе говорит, ну вот будете там-то, там-то, вот посмотрите. Такое здание. Я такая, ну да, да, сейчас вот я прям полетела в Рим смотреть на какие-нибудь там древние здания, театров. А так хочется вообще прикоснуться, прикоснуться к культуре вековой, почувствовать себя песчинкой незначительной. Я и так себя обычно так и чувствую, но все равно. Харьков, так, Югра, смотрю на тебя там и здесь, Тагил, Версачи Брайт Кристалл. Слушайте, а мне не зашел. Это же розовенькие, да, такие с огромной, огромной, набалдажником стеклянной. Ну да, мне не зашел, не понимаю. Недавно была в Ривгоше, придала все свои идеалы, зашла в Ривгоше. И была презентация нового аромата. Девушка, давайте мы на вас нанесем. Я говорю, давайте не надо, а давайте вы на блоттер нанесете. Нет-нет-нет, здесь ноты такие, они не раскрываются на блоттере вообще, только на вас. Ну, говорю, ладно, окей. И она мне хреначит этим спреем и на одежду, и на руку, ну, чтоб вся я... Слушайте, я чуть не погибла. Эта роза меня убивала просто. Новый аромат и доль, по-моему, называется от Ланком. Ланком? Наверное, Ланком, да. Вот, ну, такой себе. Я просто не люблю розу, вот, ну, в таких ароматах. Роза бывает разная же, вы знаете. Не люблю. Взрослая там прям роза. Краснодар. Краснодар, ё-моё, как холодно за один день стало. Да, я сегодня прям такая, вау, холода. Ничего себе. А мне Шанель нравится шайбы и круглые. У меня сейчас Шанель Шанс зеленый. Я его обожаю, потому что он у меня из Франции прям привезен. Все дела. Больше половины россиян, кроме своего города, больше ничего не видели. Слушайте, есть же статистика недавно, ну, как недавно, полгода назад, наверное, озвучивали, что там у какого-то там бешеного процента россиян в принципе никогда не было и нет загранпаспорта. То есть людям незачем его делать, они понимают, что они никуда не поедут. Это же трешанина. Это очень плохо. Это очень плохо. Мои знакомые, кто был за границей где-то, они придерживаются совсем других политических, например, взглядов, нежели тех, кто вообще никогда нигде не был. Не, ну это не аксиома, да, но я наблюдаю такую тенденцию. Когда человек где-то побывал, он такой, а-а-а. А-а-а, так люди жить могут, а не выживать. Ммм, вот оно в чем подвох. Ну, то есть такое. Так, на зиму Луиджо сладкие, не тяжелые. Пять лет назад мечтала себе купить Кельвин Клайн и Эйфорию, а когда купила, ну не то. Понимаю вас, у меня тоже были такие фантазии, у меня так с Бьюти Дракс, я мечтала их аромат. И сейчас он у меня стоит. Жду, когда он испортится, я его выкину. Помнишь, как праздновали годик Веронички? Можешь поделиться, стоит ли делать супермероприятие. Ребенок не запомнит, заказала кучу шаров, огромный торт, гости приглашены. Все говорят, зачем. А вы делаете это для себя. Это же момент какой-то инициации. Вы своему сообществу предъявляете этого ребенка и говорите, вот это член нашего сообщества. Ребенок, да, не запомнит. У меня на канале есть влог. Если не поленитесь, вы найдете, как мы отмечали годик Вероники. Я не думаю, что нужно тратить большие деньги на это. Но не отмечать годик, мне кажется, тоже не совсем верно. Это для вас праздник, не для ребенка. Ребенку по борту. Да, ну, мне кажется, надо. У меня загран просрочился, продлевать не стала. В Китай съездила, не впечатлила. А в СНГ загран не нужен. Мне кажется, классно в Китае. Я бы хотела посмотреть. Мне кажется, ну, это то, к чему мы все идем. Ну, типа, будущее вот такое. То, что сейчас в Китае. У мужа Новый год просила опиум. Он взял увлечен. Слушайте, мужьям, если вы хотите что-то в подарок, нужно давать очень четкие, значит, рекомендации. Желательно ссылкой, с фотографией, с точным названием, со всем. То есть, да. Но вообще вы можете, ну, продать, например, этот аромат или еще что-нибудь. Но если это не ваше. Чего вы его там? Да. Так, аромат вечерний, но я... Слушайте, Кельвин Кляйн, этот Эйфория. Это вот, который такая ваниль тягучая. Я правильно понимаю? У меня что-то воспоминание прям вааа от него. Это же он? Я правильно помню. Заливалась днем бедная кружащая. Я тоже прям, знаете, бывает, нанесу парфюм, еду такая в театр. И в маршрутке садятся ко мне люди и такие раз отсаживаются. Думаю, о, переборщила душу людей. Ну, я это не специально делаю. Хотя кто меня знает. Да. Так, далее Девин. Так, из Америки. Нюхала в Литуале нашем не то. Наверное, разбавляет. Вообще все ароматы совершенно другие. То, что у нас и то, что там. Согласна. Так, муж понюхала. Мне этот понравился. О, ну это вообще у вас муж очень смелый человек. Я вот, допустим, Илья не притязателен в этом плане. Но я бы никогда не выбрала ему парфюм, чтобы там он пользовался. Ну, не смогла бы. Так, Шанель номер 5. О, Шанель номер 5. Самый недооцененный мною аромат. Я его не понимаю вообще. Ну, я такая, это легенда. Это аромат, который там, ну, себя настраиваю. А потом вдыхаю и думаю, ну, это как коко-мадмазель. У меня бабушка обожает этот аромат. А я его прям презираю. То есть мне он пахнет, не знаю, унынием. Наверное, так. Отличный способ освободить место в маршрутке. На самом деле это жутковато, особенно когда я чувствую от себя такой густой аромат. Обычно это происходит вот именно там, когда я уже в маршрутке, я уже ничего не могу исправить. Я тогда достаю влажную салфеточку и начинаю за ушками убирать аромат. Мужчинам нравится black opium, конфетка. Прям любят, любят. Слушайте, ну мужчины тоже разные. Кто-то говорит, ой, от тебя пахнет чем-то лучше, чтоб ничем. Для России производят парфюм в Польше в основном, а в Европе для Франции. Ну вот аромат, который во Франции куплен, да, он другой у меня вообще совершенно. Он очень стойкий. Хотя Шанель у меня не подделка была точно. Но он совсем другой. И он, знаете, такой интригующий, что ли. Как мы с вами ушли в парфюмы? Все же нормально было. Когда мы с вами свернули не туда? Ого. Боже мой, я наклонила голову, и у меня аж прям свело. У меня вчера была тренировка. У меня вчера были руки. День рук. И когда у меня прям руки уже, ну, все подзабиты, мышцы, я начинаю делать упражнения неправильно. То есть я гантельки держу, и... Сейчас я, сейчас я буду демонстрировать, господи. Ой, слушайте, была бы с коротким рукавом, я бы вам бицуху показала. У меня знаете, какая бицуха? Откуда что взялось? Короче, я не просто рукой, да, поднимаю гантельку, а я начинаю вот так вот тянуть плечи. Из-за этого... А, а, боже, мышцы болят, как мамочки. Да. Да. О, жесть. Фу. Так, про пятерку, т-т-т. Ага. Этот эфир будет на Ютубе однозначно, потому что нам нужен контент. Ну, нам, нам, Федорчукам, очень нужен контент. Да. А, 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 слушайте, слушайте, ничего себе. Мама. Блин, очень болит. А еще я во вторник делала упражнения на пресс. А у меня пресс очень слабый. Ну, как слабый. Не настолько сильный, скажем так, насколько нужен для моего туловища. И я делала упражнения, когда я уже тоже уставала под конец, я напрягала шею. Тренер говорит, расслабляем шею. А как, блин, я ее расслаблю? И я выходила с тренировки, я уже чувствовала, что у меня адово болит шея. И вот сейчас она просто... Хорошо. Вчера были тоже руки, в 7 утра мы залили полквартиры, соседи с мужем, полчаса зарядку. Ой, слушайте, это страшно. У меня как-то шланг вырвался из стиральной машины, и вода лилась в ванну, и на пол там, и везде. Слушайте, я так паниковала. Заметили, как преображается лицо, когда убираешь волос от него? Да. Тебе по подаче атмосферы нравятся видео Алены Погребняк из Краснодара или из Москвы? Ну, из Краснодара, наверное, потому что своя рубашка ближе к телу, мне нравится. И нравилось тогда. Так, я все запоминаю. Парфюмы, что вы рекомендуете, я запоминаю. Слушайте, а вот по поводу запаха чистого тела. На самом деле, действительно, есть люди с очень чувствительным обонянием, и им трудно воспринимать ароматы на других людях. А я, допустим, очень люблю ароматы мужского парфюма. Я прям, вот, ну для меня это на ступенечку выше. То есть просто чистый мужчина, это хорошо, молодец. Он уже предпринял какие-то попытки, значит, быть привлекательным. Он хотя бы принял душ. Ставим лайк. Но есть, да, чуть повыше ступенечка, это парфюм. И есть, знаете, дешевые парфюмы, которые продаются там по 500 рублей в переходах. А есть, ну, парфюм, который прям вот такой сложный, да, который такой интересный. И прям вот он прошел с этим ароматом мимо тебя, и ты такая раз за ним, как рокфор за сыром. Помните? Классно, да. Ксюша, ты луч солнца в темном царстве. Сколько приятно это слышишь. Спасибо большое. Чем смывать тональник? Мицеллярки мало и обязательно масла? Нет, мицеллярки в принципе достаточно. Только мицеллярку смываете потом средством для умывания. Вот. Потому что мицеллярка, ну, воспринимайте ее как очень-очень-очень-очень разбавленное масло. Вот так будет правильно. Помада из видеоподарков тебе идет. Спасибо большое. Очень приятно. Так. Да, я могу прям остановиться и нюхать за ним. Слушайте, бывает же, да, от мужчин пахнет невероятно. Обожаю. Обожаю мужской парфюм. Ну, так редко. В моем окружении вообще. У меня вот Илья пахнет божественно просто. Вот. У него, не буду говорить, что за аромат. Вот. Но мне нравится запах. Кайфую от запаха елки. Слушайте, у меня такое тоже было, когда я дарила Илье по дурости. Когда я считала, что я имею право подбирать ему ароматы. Дарила. И я пользовалась всегда сама тем, что я ему дарила. Да. Я помню, самая такая тотальная была ошибка. И в Роше кедр аромат. Мне он очень нравился. А ему прям не зашел. Ой, ну и ладно. Буду сама носить. Сейчас я два аромата ношу. Ну, там, значит, Кельвин Кляйн, который, сейчас скажу, унисекс. Ну, его, в принципе, можно носить мне. И мужской. Но он прям такой терпкий. Он для взрослого мужика. Но я его тоже ношу. Да пофигу. Пофигу. У меня сейчас парфюмы под настроение. Сегодня у меня достаточно легкая такая воздушная. Сегодня я вся в цветах. Так, сейчас у меня прям пахнет цветами. Но вы не чувствуете. Ну, ничего. Скоро технологии дойдут. Будете чувствовать. Сохранишь эфир? Да, конечно же. А нет, здесь не сохраню. На Ютьюбе он будет. На Ютьюбе будет. Мужчина с парфюмом 80% успеха. 20% чистое качественное обувь. Тоже согласна. Согласна. Я тоже смотрю на обувь. Ну, я на много, на самом деле, аспектов смотрю. Мне очень не нравится, когда у мужчин вот ноготок, а вот так вот до, значит, вот эта дистальная фаланга вся. Знаете, вот так вот заусенцы вот оторваны аж вот досюда. Думаю, ты чё, блин, делал этими пальцами? Вот что. Но мне не очень приятно. Эти пальцы допустимы в 12 лет. Я не говорю, что у мужчин нужно делать маникюр. Но вот так вот, а так вот, эй, и эту кожу тянуть, наверное, блин, не надо. Это не очень эстетично. Индастриал не мешает? Нет. Индастриал помогает. Ужасно чувствую плохие запахи за километр. Особенно немытые, вонючки. Слушайте, слушайте. Еду в маршрутке сидя. Рядом со мной стоит молодой человек. Я не буду говорить, чем от него пахло. Но кто нюхал молодых людей, вот молодых, когда, знаете, вот. Это же звездец какой-то. И я думаю, блин, ты что, вообще никогда не мылся? Вот вообще никогда. Это запах пота, мускуса всего на свете прям тошнотворный. Да. Обожаю общественный транспорт. Обожаю. Я про запахи в транспорте могу серьезно написать письмо. Значит, куда-нибудь с жалобой. Не знаю. Вот. Потому что, ну, настолько меня возмущает это. Надо в типичный Краснодар написать. Ну, это прям вообще. Недавно мужик какой-то махал ногами у меня перед лицом в маршрутке. Я вам клянусь. Ну, то есть, я вам все могу рассказать. У меня вообще, что касается общественного транспорта, у меня прям истории миллиард. Да. А эти мизинцы с ногтем. Слушайте. Ноготь на мизинце. Для меня это была загадка. Я думаю, нахрена? Никогда не понимала. Коротенькие ноготочки. У него здесь вот это вот. Вот это вот. У меня. Это же вообще отвратительно. Это гипер. Это все. Даже если это мужик в красивом костюме, от которого классно пахнет, стильный, он классно шутит, у него запонки. Но, сука, этот мизинец. Все. Иди нахер. Нет, ты мне не нравишься. Это ужасно. Я все время спрашивала. Говорю, а нахрена вам? Ну, я думала, что у него есть какой-то смысл. Знаете, типа там, сережка в одном ухе, это одно, значит. Сережка в... Ну, то есть, я думала, что это что-то значит. А мне сказали, это ничего не значит. Этим удобно, простите, ковыряться в ушах, в зубах и так далее. То есть, у этого нет сакрального смысла. Ну, офигеть. Ну, офигеть. По-моему, это дрянь вообще лютейшая. В ушах ковыряться. Да, да, да. В ушах, в носу, там... Жесть, жесть. Есть, да, у мужиков маячки, которые ты видишь и такая... О, нет, чувак, извини. Это, ну, прямой пробор у меня, например. Вот я вот мужчина с прямым пробором, вот так, прям на две стороны. Я не очень воспринимаю. Не, ну, бывают стильные там, когда там что-то. Но чаще всего это ж херня полная. Да. Фу, как убрать мешки под глазами, если проверила, все хорошо. Компрессами только. Вы никак не справитесь. Мочегонные обычные компрессы. Все, больше ничего. У меня дядя тем ногтем шурупы откручивал. Фу, блядь. Простите, не могу, прям неприятно. Так. Ремень на талии высокий. Вот эти, да, штаны, которые вот тут заканчиваются. Да. Ой. Слушайте, да, мужчины интересные, мужчины интересные. Лысая голова. При этом вот здесь длинная прядь, которая вот так зачесана. Тоже, да? Типа непонятно. Что еще? Что еще? Усики жиденькие. Ненавижу. Блин, сбривай, сбривай, чувак. Это уродски. Или борода плешивая. Ты что о себе возомнил? Ты не гусар, ты, не знаю, не какой-нибудь Конанвар. Нет, Конанвар был брит. Так, сейчас придумаю, кто. Ну, кто-нибудь. Ну, ты типа не древний воин. Какая борода. Позорище. Не люблю это все. А еще, знаете, что бывает? Ну, сейчас мерзотина пойдет. Кто не готов, отключайтесь. Короче, бывает все нормально? Ну, вот прям приятный мужик. А у него уголь на лице. Знаете, вот такая огромная пора, забитая дерьмищем, огроменная. И она прям возвышается где-нибудь на видные части лица. И я такая, блин, ты не видишь этого? Ну, это же огромное. Это же, блин, третий глаз у тебя. И такая, думаю, сдерживаю себя. Чувствую себя, знаете, этим вампиром, который пытается удержаться от человеческой крови. Такая, нет, Ксюша, не трогай его. А сама в голове. Я представляю, как я его заламываю, держу так, его голову зажимаю и выдавливаю этот уголь. Причем такие угри не выходят легко и просто. Но я прям представляю. У меня, знаете, был какой бзик. Летом, когда часто ездила в трамвае, дедульки, бабульки спускаются на нижнюю ступеньку, в троллейбусе, например, а я стою сзади. Ну, и они типа там... И я вижу шею старушачью, бабушачью, дедушачью, уши. И там угри. И я думаю, боже мой, боже мой, я же сейчас тебя просто... И все время думаю, так, через сколько секунд от моего, ну, первого прикосновения этот дедулька поднимет панику. Но он же явно поднимет ее. И думаю, успею я выдавить или не успею. Вот. Но я прям не могу. Я на ютюбе... Вот кто это? Это просто... Это даркнет для меня. Это просто... Я на ютюбе обожаю видео с выдавливанием прыщей, угрей. Это космос! А еще... Фу, да, мерзотина. Кто не готов, уходите. Уходите. Кто может, оставайтесь со мной. Видео с отоскопом. Знаете, это камера в ухо которая. И есть куча видосов, как из ушей извлекают серные пробки. Они прям, ну, жуткие. Жутко смотрятся. Или насекомых. Это то, что я люблю. Это то, что я смотрю. Представляете? Мне очень нравится. Мне очень нравится. Это прикольно. Это собирает вообще огромное количество просмотров. Это круто. Мне это нравится. Так, со мной на совещании рядом мужик возрастной. Сидел целый набор. У Грика, росты в ушах. Ммм, ням-ням. Все, как я люблю. А когда штаны как будто в них наложили. Булки, видать. О! Когда мужик присаживается на корточки. И у него, знаете, ощущение, что спина, спина, спина. А потом спина треснула. Ну, когда типа ягодицы. Ну, это же жесть. И всегда в такие моменты. Но ты же, ты же мужик. Ты же знал, что ты когда садишься, у тебя видны ягодицы. Ты настолько уверен в своих ягодицах. Серьезно. Ты настолько считаешь, что ты прям, ммм, секси. Что ты можешь свою попу всем показывать. Да. Это было допустимо, значит, в 2002 году и только Бритни Спирс. Больше никому нельзя носить одежду с низкой посадкой и присаживаться на корточки. Вот никому. Серьезно. Я прям очень смеюсь с этих мужиков. Так. Стоптанные набойки на туфлях. А я давно, кстати, не видела стоптанных набоек на туфлях. Вот не видела. Туфлях, простите. Фу, бля, жопа из штанов. Вы что, не видели такого? Это очень частое явление. Он садится, допустим, колесо, что-то там у себя возле машины. У него жопа голая. Фу, не люблю. Так. А я люблю ТЛС смотреть, где полным людям делал. А я не смотрела. Я знаю, что такое есть. Я не смотрела. Там типа я стесняюсь своего тела. Всякое такое. Я не смотрела никогда, честно говоря. Я не переношу, когда вижу замасленные бретельки лифчиков у девушек. А я не вижу. А где? Где это показывают? Я не разу, честно говоря, не видела. Ладно. Сначала ароматы обсудили, потом вонючек. Контролируемая анархия. Да. И мы можем с вами себе это позволить. А представьте. Ксюшу, Ксюшин канал, покупает какой-нибудь продакшен. И присоединяет к своему, значит, своей какой-нибудь корпорации. И сидит перед вами Ксюша. Вот с такой улыбкой. И рассказывает то, что ей сказали. И мы не можем с вами ни угре обсудить, ни коросты у дедов в ушах, ничего. Да нафиг так жить, если мы не можем с вами это обсудить. У меня кум все время задницей светит. А я вам так скажу, это уже не случайно. Ну, то есть, это могла быть ошибка. Ну, типа один, там, два раза. Если это на постоянной основе, это не случайно. Возможно, это для вас показательное выступление. Лифчик, что ли, не постирать. Это прям ни в какие ворота. Я не знаю. Я такого не видела, честно говоря. Поэтому я про... не могу. Вот, про рукава на куртке. Я сегодня пришла на ярмарку в садик, да. И у меня, оказывается, сумка пачкала, короче, мой дождевик. Ну, назовем это так, плащик розовый. И оказалось, что у меня на груди вот тут черная, ну, где вот, ну, сумка была. И я тоже стояла грязная. Но это же не то, что я грязнуля постоянно. Это так вот вышло один раз. Вот. Я заступаю из-за тех, кто, типа, вот. Иногда бывает грязным. Меня бесят разные носки. Одинаковые по цвету, но рисунок разный. Тоже не обращала внимания на такие нюансы. Мне кажется, сейчас модно. Я видела много людей в разных носках. Но только там по цвету разные. То есть один зеленый, другой ярко-желтый. Молодежь так носит. Мне кажется, прикольно. В этом что-то есть. Часто красивая девушка, а белье застиранное стрёмное. Слушайте, как вы интересно живете. Я вот белье на девушках вижу крайне редко прям. Ну, только в раздевалке, в клубе, да. Но, знаете ли, я особо не присматриваюсь. Как вы, интересно, живете. Бесит, когда мужики летом ходят с голым торсом, дряблым, жирным, со складками на спине. Да, при этом этот мужик со складками везде, когда мимо него будет проходить девушка, там, ну, не супермодельной внешности, обычно будет говорить, о, распустила себя, о, Анжелина Джоли, ух, я бы ее трахнул. Ты бы никого не трахнул. У тебя бы началась отдышка, и ты бы просто погиб. Ребята, пошел обратный отчет. Наконец мы начали говорить об интересном, и заканчивается прямой эфир. Но ничего, будут еще прямые эфиры. Люблю вас безумно, если вам не сложно. Когда я залью этот эфир на YouTube, пожалуйста, прокомментируйте его и там. Но это правда нужно сейчас. Все против нас, но мы победим. Вот. Люблю вас. Этот эфир будет на YouTube. Да.